Плоскую землю, ну, поверхность, и у него сошлись точки сразу же. Причем в тех местах, где именно должны быть такие пироги. Но там единственное, что погрешность очень высокая, и у него получилось два схождения. Сначала они пересеклись один раз, потом второй раз еще выше. Ну, там есть определенный нюанс, сейчас никуда не говорить. Сверху получилось, если снизу получилось погрешность 500 метров, то есть она достаточно хорошая погрешность, а сверху получилась очень большая. И мы подумали, что надо попробовать сделать измерение не на плоской поверхности, а на слегка обогнутой. То есть сначала она обогнутая, а ближе к центру она делает, ну, древо, ну, условно говоря. Ну, вот я сейчас тебе подкину информацию, на которую я уже думаю третий день насчет этого Солнца. Я до сих пор не разобрался с нашей ячейкой, я тебе еще пару вариантов скажу, как в других ячейках происходит. Даже там, где и у нас, кстати, вот парадокс заключается в том, даже когда у нас Солнце было статичное посередине ячейки, у нас был все равно день и ночь. Сейчас объясню почему. В других ячейках, допустим, по периметру расставлены над каждым объектом Солнца, но они статичны, ну, они движутся там чуть-чуть на метр, ну, грубо говоря, право-влево-вверх-вниз, а на самом деле всегда на месте находятся. Так вот, день и ночь происходят в других ячейках, и в нашей происходило. Это знаешь, есть вот комнатные лампочки, где такой кругляшок, и ты в освещении можешь либо уменьшить свет, либо покрутить, убольше. На самом деле в некоторых ячейках Солнце все время остается на месте, просто она, либо лампочка чуть-чуть ее приглушивает, она затемняется, либо дается ярче, но на самом деле она никуда вообще не уходит, она все время на месте стоит. Так, и... Я думаю, в нашей ячейке не может ли быть то же самое, что Солнце вообще никуда не уходит. Их несколько, скорее всего, над каждым Северное Солнце, у Солнца Африки, люди же отмечают там Солнце пониже в какой-то лампочке, по-моему, у тебя где-то была тень, показывал. Да, 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 да. Так и... Подожди, но ведь мы-то ведь визуально видим, что Солнце как бы уходит за горизонт, значит оно движется. Значит, получается, что над каждым регионом оно движется по кругу, что ли, получается? Получается так. Получается так. Просто если у нас не выйдет вот эти... Ну, если у нас эти размеры не сойдутся, получается, что Солнца по-любому несколько, и наши размеры были на разные Солнца сделаны. То есть, если даже наша ячейка тоже имеет соты, и в каждой соте, по вот этой соте Солнце двигается, но оно двигается, то ярче загорается, то ее приглушает, но оно все время находится в этой соте, а у нас создается иллюзия, потому что мы маленькие, что оно куда-то уходит. А на самом деле для него оно просто делает круг вокруг своей оси. Кстати, говоря насчет круга вокруг своей оси, мне человек прислал 6 или 7, 7, по-моему, роликов, он сейчас находится на Дальнем Востоке, вот там где-то, видимо, ну, говоришь, за полярным, типа, кругом. Так вот, у них сейчас там вообще ночи нету, и Солнце у них ходит по кругу, и его видно. И он снимал, значит, по-моему, с 12 или сейчас у ночи до 6 утра, каждый час. Конкретное видео, конкретно 6 или 7 роликов, конкретно через каждый час там прямо показано, и видно, что Солнце сначала идет сверху вниз, 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 потом оно доходит до низа и начинает подниматься. Оно вообще не заходит. И вот так вот оно просто вращается. Ну, получается, что я озвучил очень близко, теплее опыт других ячеек, очень похожий в нашей ячейке. Ну да, ну, я сейчас еще подожду. Просто мы взяли, помнишь, есть же карта плоской Земли, где она сначала вогнутая, а ближе к центру она выпуклая. Мы с ним подумали, что, да, если, в принципе, на плоской, просто идеально ровной поверхности, у нас получается погрешность наверху достаточно большая, если сделать ее слегка вогнутой, возможно, погрешность исчезнет. Вот он сейчас, кстати, еще в течение пары дней проведет исследование, мы с ним созвонимся, и если это будет так, значит, 100% наша ячейка не только плоская поверхность, но и слегка вогнутая. Ну, как закопанный футбольный мяч, как ты говорил в одном из роликов, да. Я помню, да. Это же единственное, что спасает меня, в общем, да, феноменальная память. Да. Ну, думаю, что если не срастется, придется идти в рассматривание, что солнце не сли. Несколько солнц, да, а по-другому никак, потому что иначе просто никак не объяснить. Ну, вот что могу сказать, Сереж, однозначно, вот в других ячейках это 100%, вот то, что я описал, вот несколько солнца, они ходят каждое по сути, а вот как наше, я ж не могу это... Ну, понятно, ну, в любом случае, я думаю, в любом случае, одно другому не мешает, оно может быть и так, и так. Да, 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 да. Несколько солнца может быть. Да, несколько, я тоже считаю, что... Ну, вот как в комнате человек, либо просто лампочку посередине комнаты, либо по периметру у себя начинает это для красоты расставлять эти небольшие лампочки, ну, да, там... Я понимаю, да, да. Ладно, хорошо. Ну, ладно, тогда все, давай. Все, давай, спасибо, до созвона, пока. Увидеть два солнца одновременно посчастливится некоторым жителям планеты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok